Начнем с того, что Евросоюз это был и остается проектом Соединенных Штатов Америки. Просто, как бы, вот именно, наверное, речь идет о политике управляемого хаоса, потому что американцы уже знали, какие греки берут кредиты. Получилось что? Получилось то же самое, что получилось со странами, которые вступали в Евросоюз. То есть, да, в Евросоюз со слаборазвитыми странами, с Восточной Европой, я имею в виду. То есть, уничтожалось производство. Они заходили, говорят, у вас сахарные заводы, здесь так уничтожить, так машиностроение убрать, да. То есть, расчищалась, грубо говоря, поляна для размещения своих продуктов и так далее. Даже лекарства, они исключительно западные, дорогие, аналоги из России, из Беларуси, в странах Евросоюза, ну, приграничных с Россией, они не рассматриваются. Что получилось с Грецией? Греки, в отличие, допустим, от тех же Прибалтов и от других стран, они набрали огромное количество кредитов. Они не стали осторожничать. То есть, горячая кровь, давайте мы вернем. То, к чему пришла Греция, это было ожидаемо, в принципе, это все прекрасно понимали и знали. То есть, просто давалась какая-то отсрочка по кредитам. Я не понимаю, честно говоря, на что рассчитывали западные экономисты. Ну, если так трезво посмотреть на вещи. Они рассчитывали выходить на чудо. Но только чудо могло спасти Грецию. Все это прекрасно понимали. И постоянно увеличивали сроки по процентам, по основной сумме кредита. В итоге мы имеем то, что имеем. Да, сейчас, вот буквально мы сегодня говорили с Грецией. Там ситуация некатастрофическая. Наоборот, говорят, хорошо, солнце светит. Да, то есть, как бы, в магазинах все есть. На курортах люди не жалуются на плохой отдых и так далее. Но это пока. Это пока. Пройдет какое-то время. Греция уже ощутила на себе удар этого кризиса. Достаточно вспомнить фотографию этого несчастного пенсионера, который не может получить свои крохи. Она ощутила. Впоследствии будет еще тяжелее. И поэтому говорить о роли России в спасении Греции, я думаю, тут надо выждать. Посмотреть, как будут развиваться события. Как себя поведет Евросоюз. Потому что бюджетная дыра будет. Ну, конечно, они могут включить станок. Но посмотрим, как они поступят на самом деле. Бюджетная дыра будет. К чему она приведет? Вот, на мой взгляд, учитывая тот факт, что Евросоюз это искусственное образование, рано или поздно, конечно, он развалится. У меня в этом сомнений никаких абсолютно нет. Кто будет следующим за Грецией? Скорее всего, это пойдут по ее пути. Такие же ребята с горячей кровью. Это Испания, это Италия. И вот такие экономики. И в итоге останутся какие-то страны, которые тоже в конце концов поймут, что лучше сохраниться поодиночке, чем вот так вот погибать вместе. Ну, это мой прогноз, это моя субъективная точка зрения. Как будет на самом деле, покажет время. Но то, что ничего хорошего Евросоюз не ждет, на мой взгляд, это правда. Да, там люди живут лучше, чем в России, я согласен. Не во всех странах, правда, да, и не все люди, да. Но то, как сейчас развивается ситуация, вот на примере с Грецией, я думаю, не будет хорошего конца в Евросоюзе. То есть люди будут так же хорошо жить, но он развалится на... То есть не то, что развалится, страны примут свои очертания, свои границы, так и будут. Причем проблемы иммигрантов еще не надо сбрасывать со счетов. Она там принимает уже ужасающие размеры. И, допустим, я могу взять ту же Скандинавию, что Осло уже давно перестал быть норвежским городом. Вот что Осло, что Марсель, между ними абсолютно никакой разницы сейчас в плане населения нет. То есть вот поэтому надо от этого тоже как-то отталкивать, что проблема иммигрантов, проблема в Европе. Сейчас если не номер один, то номер два точно.